Мне всегда было интересно, как выглядит дьявол. Красная кожа с раздвоенным хвостом, черные крылья, копыта. Он держит в руках острые вилы, на которые будет насаживать своих жертв. Это, конечно же, некий стереотипный сатана старой школы, особенно популярный в мультфильмах и кинематографе. В таком виде он даже ненадолго появился в сериале «Звездный путь. Новое поколение». Но, и это самая удивительная такая версия сатаны, не происходит из Библии. Данный образ не особенно старый в сравнении с существующими истоками еврейской и христианской истории. Существующий образ сатаны – это умышленная ложь, существующая из-за запутанной смеси художественной традиции Средневековья и эпохи Возрождения. Есть силы, которые поддерживают этот образ и старательно навязывают его вам, скрывая то, как на самом деле выглядит и кем является ваш истинный страшнейший враг. В этом видео я собираюсь раскопать истоки концепции самого сатаны, христианское представление о том, что он один из падших ангелов, правитель демонов, главный искуситель, заставляющий совершить грех, и даже больше в масштабе вселенской истории, он заклятый враг Бога. Сегодня мы узнаем из фактов, на самом ли деле это и есть суть сатаны. Какой он? Быть может, религиозные учения и церкви всего мира лгут нам о нем, распространяя неправду. Сегодня мы точно получим ответ на этот интригующий вопрос. Вы на канале Нулевой Пациент. Подписывайтесь, мы начинаем. В самом начале важно сказать, что даже не все христиане согласны с концепцией рассматривать ли сатану как реальную сущность или как метафору зла и искушения для верующих, которые считают, что дьявол должен быть реальной сущностью. Для христиан и не только абсолютное зло сатана является концепцией. Падший ангел – сотворенное реальное существо, восставшее против Бога, которое теперь ведет непримиримую войну против собственного небесного Отца. Рядом с сатаной мы видим других падших ангелов, называемых демонами. Он возглавляет их. Подобный взгляд на сатану поддерживает большинство ветвей христианства, включая различные православные конфессии и даже, по большому счету, ислам. Для них всех сатана есть персонифицированное зло. Папа римский Франциск высказался вполне конкретно по поводу этого персонажа. Не следует думать о дьяволе как о мифе, представлении, символе, фигуре речи или идеи. Эта ошибка ведет нас к ослаблению нашей бдительности. Весьма интересные и важные слова от человека, который соприкасается с тайнами, будучи понтификом больше и чаще, чем кто бы то ни было другой на земле. Протестанты-раскольники, когда дело касается их отношения к сатане, некоторые их конфессии склонны интерпретировать падшего ангела метафорически. В то время как евангелисты склонны рассматривать его как реальную сущность. Для многих христиан-пятидесятников сатана – это реальная активная злонамеренная угроза, играющая значительную роль в продолжающейся демонической и божественной войне. Безусловно, здесь речь идет об обобщении, ведь конфессии конфессиями, а все-таки вера и религия – это нечто внутреннее и очень разнообразное, даже в пределах одной деноминации или отдельной церкви. Если хорошо поискать, то вы сможете найти христиан, придерживающихся и иного мнения о сатане. Данные одного из запросов, проведенных в 2009 году, показали, что аж до 40% американских христиан решительно считают, что сатана – не живое существо, а символ, общее понятие, зла, несуществующая аллегория. Как видим, не верящие в реальность сатаны христиане ни в коем случае не маргиналы. Это вполне распространенное мнение. Однако сегодня мы рассмотрим интереснейшую историю и факты представления о том, что сатана – это настоящий падший ангел и заклятый враг Бога. Мы увидим, как у сатаны появилась история и как эта концепция развивалась. Имеет ли он право называться реальным персонажем или христианство и религии нам лгут. Нам придется совершить путешествие во времени и пройти путем до момента, когда все это началось. Начнем с древних израильтян. В еврейской Библии понятие «единственное высшее злое существо» и «противник Бога» полностью отсутствует. Внимание, услышьте меня. Полностью отсутствует. Еврейское слово «сатана» появляется там в нескольких случаях и обычно переводится как «противник» или «обвинитель». Но в самых ранних разделах еврейской Библии это существительное просто применяется как обозначение «человеческий противник». Например, в книге «Царств», где говорится, что филистимляне называют царя Давида как потенциального противника, используя то же самое еврейское существительное. В более поздних текстах на еврите в Библии эта концепция, кажется, развивается в некую божественную должность, нечто наподобие прокурора. Наиболее примечательное библейское упоминание об этом божественный прокурор появляется в книге Иова. В первых главах Иова Бог председательствует над каким-то божественным судом или божественным советом небесных существ, где присутствует некто, кого называют сатаной или обвинителем. Но, как я уже сказал, сатана здесь не столько обозначение личности, сколько некая должность. Обвинитель предстает как своего рода законный противник на божественном суде. Особенности еврита заключаются в том, что порой в тексте сатана возникает с прямым объектным маркером, как в английском «the», предполагая порой, что это конкретный повторяющийся персонаж. Именно такой божественный противник обвинитель пытается сделать виноватым Иова из-за желания отказаться от своей веры и из-за грехов против Бога. Некий конкретный сатана также появляется в книге Захария как божественный прокурор. Он обвиняет первосвященника Иисуса Новина в неком преступлении. При этом ангел Яхве играет роль адвоката обвиняемого. Обратите внимание, что ни одно из этих упоминаний не отражает более поздние христианские представления о страшном и кошмарном сатане, которого мы сейчас знаем. Противник или обвинитель в работе никак не принц демонов. Он не падший ангел и не абсолютное зло и антагонист Бога. Он на самом деле кажется частью Бога, частью Божественного Совета. Важно, что оба эти упоминания встречаются в немании в литературе, созданной во время или после Вавилонского изгнания. Для тех, кто, быть может, не знает, вавилоняне разграбили Иерусалим в 586 году до н.э. и увезли в изгнание многих представителей элиты Иудейского царства. То, что я сейчас вам рассказываю, безумно важно. Когда Персидская империя Ахименидов победила вавилонян, Ахимениды разрешили им вернуться обратно в Иудею. Ничего до вавилонского изгнания приблизительного к христианской концепции сатаны не было. Нет падших ангелов, которые правят другими падшими ангелами. Ангелы не являются конкретными врагами Бога. Но ученые-историки предполагают, что что-то должно было произойти за этот период, что и вызвало эту концептуальную эволюцию от просто звания сатаны до персонажа и личности сатана конкретный повторяющийся противник. И это что-то могло быть зороастризмом. Так как в течение двух столетий, с того момента, как евреи вернулись из Вавилона, пока Александр Македонский не завоевал Иудею, они находились под контролем персов в той или иной форме. Сама Иудея оставалась частью персидской империи Ахименидов. Именно поэтому ученые предположили, что изгнанная иудейская элита должна была вступать в контакт с персидскими религиозными функционерами и развивать новое богословие в свете новых религиозных идей, которые они переняли от персов. Конкретно зороастрийские идеи. Зороастризм – это очень древняя религия, которая все еще практикуется сегодня. Она зародилась в древнем Иране. Она учит, что божественное существо Ахурамазда находится в постоянной битве со святым злом, названным Ангроманию. Нужно сказать, что с теорией, что еврейское богословие преобразовалось благодаря зороастризму, не все так просто. Так как исследований по этому поводу не так много, как хотелось бы. Но все же ученые, изучающие иранский язык и религию, утверждают, что мы видим явные доказательства зороастрийского влияния на иудейские священные тексты периоды Второго Храма. Хотя мы должны признать, что термин влияние здесь упрощает происходившее, скрывая то, что, несомненно, являлось невероятно сложным процессом культурного обмена происходящего в течение веков. Поверхностным, хотя и очевидным, примером такого процесса является демон Асмодей, который появляется в книге Тавита, как особенно злой демон и главный антагонист написанной истории. Имя Асмодей, кажется, этимологически связано с зороастрийским словом Айшмедева, подчиненный ангроманию. Далее мы видим более систематическое влияние зороастризма в более поздних еврейских текстах, поскольку, кажется, начинают усиливаться мифы о космической борьбе между добром и злом, в частности, борьба между духовным существом добра против духовного существа зла. Тексты, которые связывают этих космологических божественных существ света и тьмы, очень ярко выражаются как и мифическое религиозное влияние в свитках Мертвого моря. Как их еще называют кумранские тексты, сохраняют ряд дополнительных библейских текстов, которые представляют своего рода теологию двух духов. Например, текст под названием «Правила сообщества». Один из главных текстов Мертвого моря говорит, что Бог Израиля создал духов света и тьмы и дал им, как бы запрограммировал каждое их действие и установил всякое дело на путях их. Этот ангел тьмы, говорится там, несет ответственность за все злой грех. Далее в тексте говорится, «Ангел тьмы ведет всех детей праведности, чтоб те сбились с пути. Все грехи их, беззаконие, злоба, все их противоправные действия вызваны его доминированием, его волей». Данный текст, как и другие свитки Мертвого моря, относят к этому злому духу Белиала, злого ангела, возглавляющего армию, состоящую из других злых ангелов. Именно с этого момента мы начинаем видеть намеки на нашего знакомого персонажа Сатану. Другой текст, который называется «Военный свиток», описывает финальную битву между сынами света и сынами тьмы. Архангел Михаил возглавляет сыновей света, пока злобный ангел Белиал ведет на войну множество сынов тьмы. Ученые видят это балансирование света и тьмы, Михаила и Белиала добра и зла, как явное свидетельство зороастрийского влияния среди некоторых еврейских сектанских групп во время периода Второго Храма. Теперь некоторые ученые идут еще дальше и специально связывают эти идеи с зороастрийской сектой, называемой зерванитами, которые верили, среди прочего, что два духа, Ахура Мазда и Ангро Маньо, были детьми верховной сущности или перводвигателя, называемого зервон. Поскольку создатели свитков Мертвого моря, по-видимому, верили, что Бог Израиля все еще председательствовал над этими двумя духами света и тьмы. Но свитки Мертвого моря не одиноки в своих смыслах. В еще более ранних апокалиптических текстах концепция исключительного злого персонажа, ангельского, начинает выходить на первый план, особенно в тексте Первого Эноха. Первый Энох – это большое расширение истории из бытия. Глава 6 об ангельских существах, называемых детьми Бога, соблазняющих человеческих женщин, которые затем рождают нефилимов, что может происходить от еврейского глагола корня слова «падать». Это были коварные ангелы, которые учили людей всевозможным злым вещам, таким как магия, астрология, война. В книге Эноха есть разные имена для злодея, возглавляющего этих ангелов, но это не Сатана или Белиал. Главного злодея в самом раннем разделе Эноха, называемой книгой стражей, называют Шемихазы или Асаил. Шемихазе противостоит Архангел Михаил, Асаилу противостоит Архангел Рафаил, но в другом разделе, похоже, связывает Шемихазу с Асаилом и предполагает, что именно Бог дал ему власть. В другом разделе первого Эноха, так называемом сновидении, ангелы появляются как звезды, и Асаил был тем, кто пал или падает с небес, первым. Так что здесь мы видим идею о том, что злые ангелы буквально падают с небес, а как мы помним, слово «нефилим» может иметь корень от еврейского глагола «падать». Слово «сатана» действительно появляется в первом Энохе, но, похоже, это не конкретное имя, опять же. А в одном разделе используется слово «сатаны» во множественном числе, как классификация падших ангелов. Энох говорит, что он слышал голос Архангела, отгоняющего сатану. В других стихах слово «сатана» используется как единственное число собственное, существительное, но ученые спорят. Быть может, следует переводить это слово просто как обозначение противника, а не как конкретное имя. Похоже, что это относится и к книге «Юбилеев», которая является еще одним апокалиптическим текстом, расширяющим книгу бытия. В книге «Юбилеев» представлен персонаж Мастема, который представлен как лидер демонов, которого называют сатаной. Хотя, опять же, это скорее титул, а не столько имя собственное и, похоже, ближе к персонажу сатаны, который был в книге Иова, как испытатель или обвинитель. Итак, подведем итог. Злой лидер падших ангелов, злых духов, в целом становится повторяющимся персонажем в апокалиптических текстах второго храма Шемихаза, Асаил, Белиал, Мастема, Сатана. И именно из этого культурного контекста возникло раннее движение, где далее, впоследствии, в центре всего будет стоять Иисус. Итак, давайте теперь обратимся к Новому Завету. В отличие от свитков Мертвого моря, имя Белиал редко встречается в Новом Завете. Апостол Павел упоминает Белиала, чтобы сослаться на злого противника, противоположность Христа. Но вообще говоря, Новый Завет называет главного противника Бога словом сатана, или греческим словом диаболос, которое является прямым переводом еврейского слова сатана. Сатана в Новом Завете продолжает выполнять свою роль прокурора или испытательного органа, например, когда он испытывает Иисуса в пустыне. Но он также искушает людей грешить, как в момент, когда он искушает Иуду Искариота предать Христа. Другие ранние христиане также, по-видимому, приписывали сатане силу вызывать болезни и смерть. Его часто называют Архонтом или правителем демонов. Но, как мы видели на протяжении всего этого видео, все эти приписания исходят не из еврейской Библии, а из тех же теологических течений, мысли, которые мы видим в Первом Энохе, Асаил, Свиток Мертвого моря, Белиал и книга юбилеев Мастема. Исторические христиане интерпретируют истории в еврейской Библии через призму этой новозаветной версии сатаны, как обязательная идея о том, что змей, искушавший Адама и Еву в Эдемском саду, должен быть сатаной, или что Оракл, осуждающий Вавилонского царя, в книге Исаии утверждает, что тот сам сатана. Пророк сокрушается, как ты упал с небес, о деница, сын зари. Это слово, дневная звезда или утренняя звезда, которое является ссылкой на планету Венера, было переведено, как слово Люцифер в латинских переводах Библии. Так оно стало именем сатаны. Но здесь пророк ссылается на земного правителя. Моя цель в этом видео не была в том, чтобы развенчать христианское богословие. Моя цель в этом видео была напротив в том, чтобы бросить нам вызов, мыслить исторически и критически. Если такое имя, обозначение персонажа, как сатана, появляется в тексте шестого века, таком, как Иов и документе первого века нашей эры, таком, как Евангелие от Матфея, мы должны помнить, что все меняется со временем. Понятие сатаны в этих двух документах разделено половиной тысячелетия и почти наверняка изменилось за эти два периода времени. Такая концепция, как сатана, развивалась во взаимосвязанной сети общественных, культурных и политических влияний на протяжении многих веков. В случае с сатаной концепция, по-видимому, развивалась в контексте Ахименидской и Пресидской империи, а позже Эллинизированной империи Александра Македонского. Поэтому при анализе сатаны мы должны учитывать условия этих двух исторических культурных контекстов. Затем у нас есть причинно-следственная связь и сложность. Выяснение причинно-следственной связи затруднено потому, как ученые могут повторять эксперимент снова и снова, чтобы выяснить причину и следствие. Но для историков прошлое уже произошло. Мы не можем на самом деле повторять наши эксперименты, чтобы выяснить, что вызвало такой эффект. Мы можем утверждать, что зороастризм повлиял на эволюцию сатаны, но мы не можем на самом деле определить точную причину и следствие. Кто был первым зороастрийским священником, который сел с изгнанным израильтянином и поспорил о природе добра и зла? У нас нет доступа к такого рода данным. Поэтому для того, чтобы выяснить причинно-следственную связь, нам нужно положиться на логику и вероятность в изучении первоисточников. Но тогда есть сложность. Сложность это напоминание о том, что все зависит от множества факторов. Было бы слишком упрощенно утверждать, что лишь зороастризм стал причиной концепции сатаны, потому что реальность всегда более запутана и сложна, чем подобные выводы. Все связано. Вавилоняне завоевали иудейское царство, затем они увели иудеев в изгнание, затем ахиминиды завоевали вавилонян, а затем они позволили иудеям вернуться. И именно после этого появляется некий цельный персонаж, бог зла, не работающий на бога сотрудник, так как никто не может ослушаться бога, а должен выполнять то, что он сказал, а кто-то самостоятельный. Цепочка очень древних, порой случайных событий, связанных с завоеваниями и не только вытекающими из предшествующих условий и изменение любого из этих предшествующих условий могло бы привести к совершенно иному будущему с точки зрения появления и понимания персонажа по имени Сатана, с функцией Сатана. В начале 20 века у историков было очень модно писать теологические истории христианства о том, что современный бренд христианства, который мы знаем, был обречен на победу в качестве новой религии над старым язычеством Римской империи. Когда на самом деле, если бы мы изменили одно или другое условие в этой цепочке непредвиденных событий, возможно, победила бы совершенно другая секта христианства, например, секта христианства, которая интерпретировала змею в Эдемском саду как хорошего парня. Гностики, как же много у них истинных тайн. Самое главное, что мы должны понять и осознать благодаря этому видео, о том, откуда берется сатана, кем он является на самом деле, и существует ли в принципе это то, что скорее всего, не в зависимости от того, сатана отдельный персонаж, или это некая группа противников, изначально они все работают на библейского бога. Они не сильнее библейского бога, и с ним или без него, они делают одно и то же, испытывают и искушают, наказывают и обвиняют. Если это так, то какие к нему могут быть претензии? Какие могут быть претензии к прокурору, если общество и то, кто им управляет, просят конкретного человека или группу людей стать прокурорами? Как мы можем обвинять кого-то в том, что тот соблюдает закон и выполняет грязную работу? Наоборот, мы должны сказать этому нечто или кому-то конкретному спасибо или нет? Почему сатана, дьявол, Люцифер для христиан нечто столь мерзкое, злое и грязное, несмотря на то, что в истоках, в самых древних иудейских текстах, откуда и рождается христианство, было совсем иначе? Персонализированное зло, персонализированный противник, лучшее изобретение религии, политики и во многом даже персональной мотивации. Несмотря на весь тот маразм, который происходит в современном мире, люди прошлого, государства, религии, цари были куда более воинственны, чем сейчас. Нужно быть всегда против чего-то или кого-то, царя, государства, сарацин. Имея такое мышление из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, возникновение персонализированного зла было лишь вопросом времени. Как и атрибуты зла, например, сатаны, перевернутая звезда, верх ногами, рога, копыта, кожаные, черные или красные крылья. Поймите же вы, этого нигде в первоисточниках не было, никогда не существовало, а появилось лишь благодаря наслоению культур и религий после многочисленных завоеваний. Вот вам то, откуда взялись рога и копыта, греческий бог Пан. Ни для кого не секрет, что римская и греческая мифологии повлияли на христианство, оттуда копыта и рога, их никогда не было ни в иудаизме, ни в раннем христианстве, их в конце концов нет в Библии. Какие перевернутые звезды в храмах у сатанистов, побойтесь Бога, это символ Христа и раннего христианства, печать императора Константина, отца современного христианства. Нынешнее понимание культного мира религия это каша и полный бред, в которой мало кто может найти правду, это почти невозможно. И даже те, кто уверен, что Бог сделал так, что в Библии вся правда читайте Библию, врут по незнанию, так как они даже и не понимают, кто их истинный Бог. И если он сделал так, что Библия такая, какая нужна ему, то я бы на месте верующих тогда спросил, зачем именно такая Библия Богу, для чего ему такие кровавые омерзительные истории, всюду доказывающие его ультимативную власть, неверие, в которую карается смертью и ада. Наверное, во всей этой каше, во всем этом бреде, лучом света будет новая мифология, новое великое мистическое откровение, утверждающее, что оно и есть последняя финальная чистая истина. Ну что ж, такое знание появляется. Безропотная толпа догадывалась, что внезапная встреча в очередной матери тьмы принесет дурные вести. В душе каждого из присутствующих тяжелым грузом возникло жгучее напряжение. Вам, алхимикам и теургам, чернокнижникам и ученым, моей верной свите отмерено больше, чем мне. Я позабочусь об этом, обещаю. Хитрая улыбка возникла на лице Самоэля. Однако пришло время не мне вас благодарить за верность, что длилось веками и тысячелетиями, а вам выполнить мой последний приказ, прежде чем я исчезну в безропотной рабской людской толпе. Падший ангел сладко закрыв глаза, поднял и развел руки в сторону, распрямил длинные тонкие пальцы и вслед за этим жал их в кулаки. Его губы стали тонкими от пронизывающей злобы. Сжав зубы до скрипа, он тихо произнес «Мне нужна война!» Огромная, великая, нещадящая человеческих душ! Он разомкнул веки, его глаза были черны, словно пугающая темная бездна. Я сотни лет не покупаю душ, потому что нет таких, за которые можно предложить хоть что-то. Даже детские души мне не нужны, ведь я знаю, какими красками они заиграют в будущем. Нечего за них предложить. Те несколько сот тысяч чего-то стоящих никогда не продадутся. Что же? Тогда пускай они просто умрут в страданиях и духовных мытарствах, не мешая нашему пути. Остальные, кто имеет хоть какое-то знание, все здесь. Существа, которых тяжело назвать людьми, с благодаренностью посмотрели на падшего ангела. Они так долго ждали, так долго готовились к моменту, когда начнется последняя самая страшная война. В ней каждый будет мечтать убить или быть убитым. Война слепо-глухо-немых. Победа. Он знает об этом. Я слышу его плач и вой по ночам, доносящийся из тишины. Он звучит для меня как пение, сладкое, словно мед. Так подарите слепым свет, который я нес. Пускай они прозреют. Мистический триллер Самоэль биография сатаны стала настоящим бестселлером, который погружает читателя в удивительный величественный мистический мир истории, скрытый от глаз простых смертных. Прочитав эту книгу, вы узнаете правду в самой интересной и увлекательной форме, как оно было на самом деле и кто на самом деле сатана. Чтобы приобрести книгу Самоэль биография сатаны, переходите по ссылке в описании под этим видео в группу в Телеграме и оставляете слово в комментариях книга. После этого с вами сразу же свяжутся. Там же в группе в Телеграме вы сможете смотреть мои новые видео в случае, если у вас заблокируют YouTube и вообще узнаете много интересного о истинной сути происходящего с нами и вокруг нас. До встречи в Телеграме ссылка в описании. Мистический мир кажется совершенным, как и те, кто обитают там. Если верить религиозным текстам и древним мифам, историям, обитатели метафизического мира умнее, хитрее, знают больше тайн и их разгадок, способны сделать человека несчастным или счастливым, знают правду о том, какой мир на самом деле. Если это так, тогда почему наша реальность столь уродлива, столь кошмарна, та, что касается человека? Неужели лишь сам человек виноват в том, что с ним происходит? Или же все-таки есть некий негатив или позитив свет и тьма, которые незримо на нас влияют? Сложный вопрос, который порождает еще один. Если Бог всесилен, почему мир такой, какой он есть? Если Бог всесилен, то мир такой, каким он хочет его видеть, и все его элементы, все его составляющие его устраивают, и никак иначе. Может ли кто-то существовать без чувства любви? любви? Вот иметь внутри себя все чувства любви? Так как любовь это некое тело совершенного источника реальности. Кто-то создает вне этого источника Бога, который не способен испытывать любовь. Может ли быть так, что именно этот Бог и создал нашу реальность? Реальность, которая со всем своим уродливым несовершенством устраивает его, где нет жалости и сострадания, так как это все элементы любви, которой в нем нет. Реальность непостижимая иллюзия обмана, где ты мучаешься и теряешься, потому что твои муки и потери придают смысл существованию тому, кто создал тебя, всю твою реальность. Мы привыкли к этой иллюзии, она не кажется нам уже уродливой, она кажется нам обыденной, а иногда мы нелюбимые дети Бога нашей реальности даже не представляем, что под собой представляют в полном понимании этого слова такие категории, как прекрасная и абсолютная. Мы очень далеки от луча света, скрытого за темной материи и энергии луча света, который шепотом миллиарды лет каждому из нас говорит все это неправда. Очень скоро если ты захочешь ты будешь свободен. Не забудьте подписаться на канал и главное на группу в телеграме, если ты посмотрел это видео и даже если я тебе не нравлюсь, как и то, что я говорю, ты все равно и есть сопротивление. Чему или кому догадываешься сам? Тому, кто не способен любить, он должен быть уничтожен. До встречи совсем скоро в следующем видео. Пока.